здравствуйте товарищи ну прежде всего разрешите поблагодарить уважаемого дмитрия юрьевича пучкова за возможность выступить с ответами на вопросы и всю его большую команду которая как вы понимаете обеспечивает то чтобы каждый мог включить компьютер набрать опер.ру и получить то что он хотел получить вот во вторых михаил борисовича григориана который скрупулезно собрал все вопросы подготовил необходимый текст для того чтобы можно было на них отвечать и который мне постоянно помогает ну и наконец поблагодарить всех кто эти вопросы задал потому что как вы понимаете если люди задают вопросы ясно что они или а уже понимают или б они находятся в становлении поэтому внимание к диалектике она не может не радовать тех кто хочет чтобы обладела диалектика как можно больше людей вот и судя по тому сколько просмотров вот там вот висит 9 роликов даже 10 сегодня если брать последний с моим участием ну и ролик введения в науку логики собрал более 200 тысяч посещений это говорит о том не об отношении кажется к тому кто выступает и как вы понимаете не какому-то конкретному предмету такому горячему там скажем есть ролик о фашизме который больше набрал еще есть ролик о сложившейся экономической ситуации который больше но вот ролик который посвящен введению в науку логике вот он набирает больше 200 это говорит о том что во первых народ разбирается во вторых то кто еще не разобрался он на пути в третьих даже те которые возмущаются тем что есть происходит и говорят ну что такое там говорят так сказать и и так далее все чувствуют что что-то за этим хорошей глубокой стоит и задают вот такой вопрос что вообще какая польза от этого диалектики вроде так слушать интересно некая да вот переспорить вы можете там того кто будет выступать это что вот такая специальная наука чтобы каждого переспорить кто будет с вами спорить то есть тогда это какая-то наука подумаешь там наука полемики это называется тоже неплохо между прочим если даже это полемическая наука если вас научат переспорить того с кем вы спорите ничего плохого в этом нет но как ответить на вопрос а вот что дает ну вот я хочу вот такая же проблема возникает с изучением математики я закончил математика механический факультет с отличием математик по образованию изучал формальную логику изначально никакой диалектической логики не знал но и тогда значит передо мной стоял вопрос математика зачем изучать потому что говорил михаил васильевич ломоносов она ум в порядок приводит ум в порядок приводит ну вот если отвечать на этот же вопрос применительных диалектика она приводит не только в порядок ум она делает его действительно просто умом а разумом то есть она становится тем средством который позволяет людям быть умнее ну и что плохого в том что вы будете умнее ничего плохого это разве это не польза ну кто считает что это не не полезно ну это его дело конечно как это доказать то что я сказал а очень просто кого научил кто был справными учениками гегеля ну во первых маркс вот после когда начали гегеля третировать или как говорили маркс как мертвую собаку дескать он такой он всякой он идеалист он то не разобрался это он не решил потому что чтобы вы не решили в жизни всегда можно конечно вот и вы это не сделали это не сделали поэтому люди которые занимаются диалекте говорит что оценивают людей не потому что они не сделали а потому что они сделали вот что вы сделали это и останется в истории каждый сделал не сделал бесконечно много вещей которые можно говорить так вот когда начали гегеля третировать маркс и энгельс которые сначала выступили когда они перестали быть младо гегельянцами стали материалистами они сначала выступили против вот это на таскать гегелевского понимания мира как развитие идеи за материалистическое понимание мира и в этом смысле они стали на точку зрения фейербаха но когда они увидели как начинают третировать гегеля причем за его именно диалектику которую они считали самым главным зерном во всем его учении что они восприняли и взяли они стали его защищать и маркс очень специально и очень определенно и очень строго по этому поводу ответил мое отношение гегелю однозначное гегель мой учитель ну кто хочет быть вот такой умный как маркс читайте гегеля не хотите как хотите энгельс 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 говорил что многие спрашивают где по какому учебнику изучать диалекцию не по какому потому что как сказал энгельс единственным компендиумом диалектики является наука логики гегеля остается расшифровать только слово компендией компендией как некоторые думают это не не краткое содержание компендией если вы откроете латинский словарь и посмотрите перевод кратчайший путь прямая дорога вот дорогие товарищи кто хочет в познании мира ходить по болотам перешагивать через колючую плод проволоку и падать лицом в грязь вот это его как бы с личное дело а кто хочет пойти кратчайшим путем прямой дорогой изучайте науку логики гегеля вот вам совет энгельса ну понятно что я не могу претендовать искать на то что я там для тех людей которые меня видят там второй девятый раз что они что они будут ко мне относиться как большому авторитету я думаю что авторитетом человек становится уже после своей смерти но энгельс авторитет но умный человек был энгельс блестящий вот он написал такую книжечку совсем маленькую у марксова толстые книжки а энгельс и умел писал блестящие маленькие книжки вообще энгельс первый занялся политкономии он первый а он был не бедным человеком папа у него был капиталист он уехал в англию вот как он сказал я оставил красное вино салонные разговоры и три года пробыл в англии вместе сар и жил вместе с рабочими и описал в их условия труда и жизни это первый том полное собрание сочинений работа энгельса положение рабочего класса в англии и в общем то с этого произведение начался марксизм с этого а маркс когда прочитал это произведение энгельса он понял что надо заниматься политэкономией и стал заниматься политэкономии но поскольку и тот и другой изучали диалектику люди которые изучают диалекцию им легко освоить другой предмет и наоборот кто не изучает диалектику ему очень сложно он никак ему не перейти вот другую область а бывает необходимость уйти от профессионального идиотизма профессиональный идиотизм как говорил маркс состоит в том что вот вы я про других не буду говорить я в этом вопросе разбираюсь шаг в сторону я такую чушь там начинаю нести вот это называется профессиональный идиотизм своей области я разбираюсь а рядом нет так вот что же такое наука логики диалектика это наука всеобщем то что есть во всем поэтому я может не разбираюсь каких-то конкретных вопросах там других других областях жизни но я главное уже об этом знаю вот это главное дает наука логики поэтому вот зачем ее нужно изучать далее ленин что по этому поводу говорил нельзя вполне ну во первых маркс написал капитал он без науки логики его не написал ну как это применимо или нет но если бы маркс говорит что я вот перед тем как окончательно обрабатывать вновь перечитал науку логики построил его диалектически но если вы представьте себе никакого марксизма без капитала не может и никакого маркса не может быть без капитала как великого ученого он великий потому что он сумел применить диалектику к экономическому развитию хотите быть великим читайте науку логики гегель изучить не хотите быть великими хотите быть пигмеями счастливый путь у нас свобода какие проблемы никто не будет возражать никто сюда не не зазывает и никто не обязывает вот я вообще не видел ни одного человека который бы обязали читать науку логики они все равно ругаются что такое что за ужас такой и смотрит и слушает и читает мы это говорит о том что люди каким-то внутренним таким чутьем мудростью своей вот мудростью не тем что они вот это уже знают они понимают что это что-то великое и хорошее и поэтому изучают и поэтому они так может некоторые агрессивно даже наступают на тех кто об этом горит что это у вас такое почему это так вот вы излагаете причем такая сложность вот если я вам предлагал бы допустим какие-то математические вещи тоже было бы сложно вот например если у гегеля понятие предела в науке логики до предел это одна и та же граница который попросите предел это границы которую переходит потому что если я до нее еще не дошел она не предел если ее перешел она тоже уже не предел значит она только тогда может быть пределом когда ее переходит это же довольно простое определение предел это граница которую переходит но кому кажется это очень сложно я могу дать понятие предела функции в точке x0 число а называется пределом функции f от x при x стремящемся к x0 если для любого сколь угодно малого положительного числа эльпсилон найдется такое положительное число дельта что для всех x входящих в проколотую дельта окреслость точки x0 выполняется f от x минуса по абсолютной величине меньше эпсилу как вы считаете это понятнее чем вот наука логики поэтому я на фоне того вот насколько сложная математика а я уж про скажем про теоретическую физику и не говорю возьмите для интереса вот возьмите для интереса и откройте какую-нибудь книгу потерять этом одни формулы вообще там ничего не понятно вот сходу там не поймешь и вообще но я думаю что если мы химией начнем сейчас заниматься я думаю что это тоже очень сложная наука медицина там наоборот все знатоки просто потому что там каждый считает себя уже открывшим эту науку и он все знает и всем рекомендует лечить вот я тоже как-то свое время когда были выборы народные депутаты ссср вот я был одним из кандидатов кандидата было 35 и был тогда нас иванов такой который ходил и он бы и выиграл тогда ну и вот тогда какой-то хирург выступал на этих выборах рассказывал как надо развивать экономику я после него взял слова вышел на трибуна говоря а кто хочет чтобы я вырезал аппендицит никого не нашлось игра вот товарищ который не занимается экономиками понимает все в хирургии он вот решил тут резать нашу экономику так что такс это вот вопрос большой и нужно сразу понять что и отдать себе отчет в том что наука это наука и если это наука то она ну предполагается сосредоточение и преодоление трудностей но зато вы получите большие богатства какие духовные не только духовные например если вы разбираетесь науки логики вас все дела пойдут проще быстрее например вот горит ленин какой гениальный человек гениальный почему вот маркс энгель гениальный они потому гениальны что они стояли не на плечах пигмеев каких-то а на плечах гигантов какие гиганты фейерва непосредственно и гегель гигель как создатель идеале системы диалектики который привел это в науку превратил в систему знаний и люди фейербах который переубедил маркс энгельс и они перевернулись из идеалистов превратились в материалистов как вот они могли стать как они могли открыть исторический материализм ну шибко умные были откуда хочу дать определение умного человека потому что я спрашиваю иногда студентов мало кто знает некоторые думают что умный это кто много прочитал представляете я сейчас пойду и прочту все что есть в нашей библиотеке пока она еще не соединилась московской хотят их слить чтобы меньше было сэкономить на том чтобы не надо было экземпляр обязательный давать в две библиотеки а будь только один вот решили сэкономить и на этом вот у нас поднимется наша экономика видимо вот собирается с ли сейчас это обсуждается вопрос уже вузы сливали библиотеки надо еще думать еще что можно посливать сливают для того чтобы народ по увольнять там сократить затраты убрать и куда эти затраты они что пойдут для развития экономики или для для бедных не они для обогащения богатых пойдут что мы не знаем ну так вот значит что такое умный человек умный человек это не тот который прочитал все что есть библиотеки умный человек это тот который может самостоятельно сделать правильные выводы настолько начитан и настолько способен что он может самостоятельно сделать правильные выводы вот я хочу заверить заверить слушающих меня что если вы изучили будете неважно на каком этапе находит находитесь вы изучение уже если вы находитесь в процессе изучения науки логики это будет развивать ум если это будет развивать ум то вы понимаете что умный человек имеет гораздо больше возможности реализовать свой потенциал чем человек который свой ум не развил и потому что самое дорогое у человека что сколько я сел или что у меня в голове если то что в Gobierno вот и как можно обсуждать вопрос изучать не изучать и но ведь не хотите сказать становиться умнее кто может заставить никто и не заставляет у нас нет средств заставить читать науку логике я например я SPEAKER противник был бы того чтобы заставить людей изучать науку логики потому что это такая вещь которую надо изучать только по желанию, потому что она трудная. А трудности и вершины берутся настоящими альпинистами. Ну, не хотите брать вершину, кто не хочет, тот пусть не берет. Ну и как вдруг Маркс и Энгель стали такими великими? Потому что они стояли на плечах гигантов. А как Ленин стал таким великим? Вот мы сейчас живем в буржуазной стране. Вот отмечают революцию, колыбели которой стоял Ленин. Российская газета пишет статью за статьей о Ленин. Все очень хорошо. Даже эхо Москвы уважительно рассказывает о Ленине и уважительно относится к его жене Крупской. Вчера вот я слушал вечером уже в 23 с небольшим. Вот, дескать, его Надежда Константиновна любила. Она действительно была его верной подругой, товарища Ленина. Я смотрю все чаще уже не Санкт-Петербург, говорят о Ленинград на эхо Москвы. А куда деваться? Куда деваться? Никуда вот не денешься. Или, а как приехала Аврора вновь после ремонта? Ее что, встречали только рабочие, да? И революционеры-марксисты? Да ничего подобного. Молодежь встречала эту Аврору, ночь не спали, чтобы встретить Аврору. И были замечательные интервью на Красном ТВ и на Ленру о том, что вот мы вообще счастливы тем, что пришла вот Аврора, и надо, чтобы Аврора сделала то, что она сделала один раз раньше. Мы хотим быть свидетелями, участниками этого. И куда вы от этого денетесь? Ну и если, скажем, перебирать, какие у нас самые авторитетные фигуры, ну это Ленин, Сталин и Александр Невский. Александр Невский на первом месте. Уж не знаю, как они его там располагали, но на всякий случай поставили первым. Потому что иначе уж совсем получилось как-то довольно странно. Вроде буржуазная Россия, а в ней Ленин да Сталин. Поэтому, как писал Ленин, если вы хотите быть великими, вставайте не на плечи пигмеев, а на плечи гигантов. А на плечи гигантов, чтобы встать, ну, уже понять, вскарабкаться же надо. То есть, тут есть некоторое неудобство. За что прошу извинения перед слушателями. Ну вот, переходим теперь непосредственно к вопросам. А был ли коммунизм? Значит, Петр Славин спрашивает. А был ли коммунизм с 36-го по 61-й? Был. И об этом я уже, так сказать, говорил в разведопросе, который посвящен переходу коммунизма в капитализм. Почему? С 31-го по 61-м. И почему с 36-го? И почему по 61-й? Значит, почему с 36-го? Потому что в 36-м году, даже, раньше даже, в 35-м, в 36-м году был формальный момент принятия новой конституции. А вот в середине 30-х годов, потому что точную границу не проведешь, это было время, когда установилась общественная собственность на все решающие средства производства. А что именно? Во-первых, в городе, чтобы производство уже шло планомерно в общественных интересах, а когда произошла революция в деревне, то есть, прошла коллективизация, и тогда и колхозы тоже подчиняли свою деятельность общественным интересам на основе взаимодействия с государственной собственностью на средства производства и с помощью машино-тракторных станций, и с помощью системы заказов и стимулов, которые обеспечивали рабочее государство, уже в середине 30-х годов производство подчинялось общественным интересам. А что значит общественным? общественным в переводе на иностранный язык французский или латинский коммунис. Коммунис. Ну, значит, вот это и коммунизм. Коммунизм – это общество, основанное на общественной собственности и на средства производства. Это самое краткое и самое точное определение. А у вас какое определение коммунизма? Некоторые думают, что это вот есть трубы такие, и там полным потоком польют, а они по этим трубам прильнут и будут это пить. Ну, это такое потребительское понимание коммунизма. Коммунизм – это общество, в котором наконец целью производства стало не обогащение там, кого бы то ни было, и не самовозрастание капитала, а обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Если вы будете изучать историю социализма, начиная с середины 30-х годов, действительно, вся жизнь в Советском Союзе была подчинена обеспечению полного благосостояния не Абрамовича одного, и не Прохорова, и не некоторых избранных лиц, и свободного всестороннего развития, всех членов общества. И Ленин, вот эти последние слова, пишет курсивом, что весь смысл социализма не в том, что кто-то станет богаче. У меня однажды была беседа, уже в наше буржуазное время, с одним товарищем с Урала, с профсоюзником. Расставаясь, я ему говорю, а у нас уже коммунизм, уже идут люди. Он так удивился, как? Ну, как, вот, говорю, вот Абрамовичу зашел, только будет поодиночке заходить в разное время. А смысл-то коммунизма в том, чтобы это касалось не отдельных лиц, которые будут купаться в роскоши, а другие будут в нищете и без жилья, бомжи. А это бомжи, это были нормальные люди, вы с ними поговорите, они культурные, они бывшие инженеры, некоторые из них очень серьезные специалисты. Ну, они вот продали жилье, хотели дочке купить лучше, а в это время раз и скакнула цена, и все, купить не могут. А тут нашлись люди, сказали, давайте мы вам поможем увеличить эти деньги, дескать, как деньги дают, должны давать доход. Раз-два, и они остались без денег, без жилья, без всего. И теперь они свободные люди, они сидят на помойке, летом они очень даже просветают, сидят на помойке, читают книги, которые туда выбрасывают, и можно им позавидовать, на работу им ходить не надо. А зимой они просто умирают, как вы понимаете, если не найдут какой-нибудь люк, где проходит теплосеть, и не прорвутся в какое-нибудь помещение, где есть батареи, то они просто с наступлением морозов погибают, и все. так что вот коммунизм у нас был с 1935 года. По какое время? Почему по 61-й? Потому что в 61-м году ну как бы правящая партия сошла с ума. То есть правящая партия это что такое партия? Это авангард класса какого? Рабочего класса, да, коммунистической партии. И вдруг коммунистическая партия, не решив задачу уничтожения классов полного, а для этого нужно убрать различия между городом и деревней, людьми физического и умственного труда, она вместо этого объявила, что все, заканчиваем диктатуру пролетариата, она уже не нужна. А диктатура пролетариата, как написано Ленину в детской болезни ливизны и в коммунизме, упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, педагогически-администраторская, против сил и традиций старого общества. А не надо бороться. И тогда что? И тогда силы и традиции старого общества взяли верх. Ну вот мы с вами боремся, и я бороться не буду. Кто победит? Ну что-то, по-моему, очевидно. Я когда студентом был, я занимался борьбой самбо. Я знаю, что если я бороться не буду, точно меня победят. А если он не будет бороться, а я с ним вышел на ковер, ну я в раз брошу, два брошу, три сколько надо там, чтобы он нас спиной коснулся, и я, конечно, выиграю. Какие проблемы? То есть даже удивляться, удивляться тому, как это вот, почему такое поражение? Ну если та могучая армия говорит, что мы бороться не будем с вами, значит, надо забирать ее, все у них отнимать, все забирать, что и произошло. Мы тут же пришли сразу и советники американские, но не в них главное, а главное в том, что это, значит, вот действительный враг у нас сидел во главе партии. Враг. Ну он враг не изначальный, а он ревизионист, и оппортунист, Хрущев. А самые страшные враги это те, которые, как говорится, были ваши вроде друзья. Он же был первым секретарем сначала на Украине, да, потом он был членом военного совета, вот, во время войны, потом он очень сильно участвовал в организации репрессий, и пытался его Сталин останавливать, говорит, как он смотрит, он все время предлагает там всякие более карательные меры. И этот человек, вот он объявил, все, борьба закончилась, и безграмотный, и нахальный, и по существу противник коммунизма. Он ненавидел Сталина, и прежде всего потому, что Сталин олицетворял собой победы, социализм, потому что Сталин на шестом съезде сделал доклад о вооруженном восстании, он был в военно-революционном центре, организовывал нашу революцию, мы должны об этом вспомнить в этот год, а кто организовывал так Великую Октябрьскую революцию, величие которой в том, что она ликвидировала не какую-то форму эксплуатации, как вот Великая Французская революция, а и ликвидировала эксплуатацию человека человеком вообще. Это величайшее вообще событие для всех стран и народов. Нет более крупного события. Ликвидация эксплуатации. А Хрущев привел к тому, что была эксплуатация. Значит, он участвовал в проведении коллективизации, в налаживании социалистического планирования, был организатором отпора гитлеровским войскам фашистским и так далее. Он обеспечивал восстановление народного хозяйства, стоял у колыбели нашего ядерного ракетного щита. Если бы не этот, будем считать, сталинский ракетно-ядерный щит, ну, с нами вы сейчас совсем по-другому поступили, как вы понимаете. есть примеры. Югославия, Ирак, Ливия и так далее. Так что, и вот против него, дескать, давайте это разоблачим. То есть, все связанное со Сталином, давайте выбросим. А что связано со Сталином? Все наши величайшие завоевания. Можно, конечно, найти ошибки у Сталина, это как за другая тема. А вы лучше найдите человека, у которого не было ошибок и покажите нам его. Вот диалектика говорит, что нет таких людей, которых нет ошибок. И если я собираюсь вообще с людьми работать и что-то с ними сделать, я должен думать не о том, какие у них есть ошибки и недостатки, а что у них есть положительного, чтобы пошло на пользу общему делу. И Ленин говорил, не надо мне рассказывать про их недостатки, лучше скажите, чем этот товарищ может для нашего дела оказаться полезным. Вот правильный подход. И меньше будет грызни, в том числе и в коллективах, в том числе и в трудовых. Ну вот, поскольку это было в 61-м году, то если у кого-то есть сомнения, что в 61-м году закончился социализм, пусть вспомнят про 62-й год. В 62-м году по приказу Хрущева расстреляли рабочих. Ну а дети погибли, потому что они сидели на деревьях, так сказать, залезли и смотрели, что будет. И в них полетели пули. После этого что? Нужно еще объяснять и доказывать? Это может считать социализмом стройка, да? По указанию председателя правительства, какой им был Хрущев, и он же был первым секретарем партии, расстреливают рабочих. Все, так сказать. Дальше 61-го года не простирается социализм в Советском Союзе. Значит, у нас был дальше, опять переходный период, становление капитализма. Из чего? Из коммунизма. Ну вот этому посвящена целая там передача у нас диалекция перехода от коммунизма к капитализму. Я прошу прощения, что я достаточно пространно ответил на первый вопрос, ну и вопрос такой задан, принципиальнейший, который охватывает, ну можно сказать, нашу жизненную историю, которая не закончилась и которая не скоро закончится. Вот. И то, что у всех, так сказать, и в головах, и в душах, и в сердцах. Второй вопрос. Чингис задаёт вопрос тут. Диалектический материализм, как и любая философская концепция, не является ни наукой, ни лженаукой. Это просто концепция. Ну, это просто концепция. Ну вот если я скажу, что вот философия это зелёный крокодил. Это будет тоже, вот это будет просто концепция. Или, что вот Чингис, он и Чингисхан, и Чингис Азиматов. Как хочет, пусть выбирает. Он или великий полководец, или он великий писатель, крупный очень, интересный. Вот так я могу сказать. Это что, просто концепция? Ну как просто концепция? Ну как так можно? Значит, в чём дело, Чингис? Есть определение в диалектике, что такое наука. Если вы не знаете, я могу вам, причём бесплатно, поскольку вот это у нас идёт через ту систему, в которой деньги не берутся пока, по крайней мере, сказать, что наука – это система знаний. В этой системе знаний каждое положение занимает своё место. а система отличается тем, не тем, что я вот наговорю там, горло того, что я наговорю вот сегодня, скажут, это вот система. Вот сегодня система не будет. Почему? Потому что я отвечаю на разрозненные вопросы, это понятие системы не выходит. А в системе есть начало, развертывание и результат. Что такое начало? Кто не знает, диалектика отвечает. Начало есть не развитый результат, а результат. А результат есть развернутое начало. Они же парные категории. Но они не так стоят в начале и в конце. А вот это ещё движение должно быть от простого к сложному, от начала до конца. Так вот, наука логики – это научная система. Вот эти… В ней есть две части. Объективная логика, которой идеалист Гегель выделил, что вот этот объективный мир. Другое дело, что он считал, что это объективный мир, он как бы в воплощении идеи. И субъективная логика – учение о понятии. И вот дорогие издатели, которые потом издавали науку логики, умудрились на это деление не делать и просто три книжечки сделать. Так что это не просто концепция, это наука. Философия – это наука. Некоторые подходят к понятию философии филологически. Они думают, что если вот фило – это значит любовь, а софия – это мудрость, то философия – это любовь к мудрости. И это не определение философии, и это лингвистическое, так сказать, понимание. А лингвистическое понимание и философское понимание – это разные совершенно вещи. Хочу привести вам лингвистический пример. Красные чернила какого цвета? Ну, чернила какого цвета? Мы же о чернилах говорим. О чернила черного цвета? Или белила белого цвета? Что тут непонятно? Краснила красного цвета, синька синего цвета, что тут непонятного? А красные чернила какого цвета? Красного, а то, что они чернила, плевать. То есть, вот вам, как вы филологически это можете решить? Никак вы это не можете решить, как складывается? Называют красными чернилами и плевать хочет язык на то, что они чернила. А вот, ну не говорит краснила, а говорит красные чернила. Имеют право люди так, что мы будем делать? Это так сложилось. Или вот читаете вы в Великом Почине вопрос о диктатуре пролетариата у Ленина. Диктатура, пролетариат – это научное, латинское, историко-философское выражение означает вот что. И так далее. Он раскрывает. Научное, латинское, историко-философское выражение. А вовсе не филологическое. Если филологически, ну что тут непонятно. Есть пролетариат, лишённые собственности. Диктатуру вот этих самых, у кого нет никакой собственности. Ну какая же это диктатура пролетариата, лишённые собственности, когда диктатура пролетариата, если установлена, вся собственность по существу переходит в руки рабочего класса. Он же государство своё имеет уже. Он господствующий класс. Господствующий класс, разве он без собственности, что ли? Поэтому в буквальном смысле слова, это он уже не пролетариат, он рабочий класс. Поэтому и говорить, Ленин, диктатура пролетариата означает вот что, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. Так что, ну вот так лихо, Чингис, вы так вот заявляете, что, дескать, философия не то, не сё. Ну, если вы не знаете, что такое философия, ну, вы спросили, просили, а что такое философия? И вам бы и ответили, и я могу ответить. Я и ответил. Ой, простите, пожалуйста, это я про Чингиса говорю, а это на самом деле кому? Кому? А, это он пишешь. Это написал Черновод, 249, а это ему пишет, а ему отвечает, отвечает Чингис, ты можешь мне привести хотя бы один пример применения диалектической логики, чтобы показать то, что она может быть единственно продуктивной. Вот я, например, могу привести этих, много примеров. Существование Советского Союза, один пример. Мог Советский Союз получиться без социалистической революции и диктатуры бультериата? Не мог. А социалистическая революция без марксизма и ленинизма могла получиться? Не могла. А марксизм и ленинизм мог без науки и логики сложиться? Нет, не мог. Поэтому что такое ленинизм? Это воплощение диалектики в жизнь, внедрение её. Хочу ещё обратить ваше внимание на такую книгу, кому интересно, есть такой автор интересный. Пётр Сумин. «Гегель и судьба России». Вот так вот, на таком жёлтом фоне, поля российские, бескрайние, вот так сверху, портрет Гегеля. И дальше автор излагает, что во всех странах, в других, основу идеологии составляет какая-нибудь религия. Или протестантизм, или иудаизм, или, так сказать, христианство, так сказать, в его том или ином виде. А в Советском Союзе, несмотря на то, что Гегель вроде был идеалист, диалектика, философия составляла основу идеологии в единственной стране. Но теперь не в единственной стране. Вся система стран, строящих социализм, таких как Китай, это миллиард триста человек, это не пример применения диалектики. Они что, её без диалектики строят? Вот, они ещё и говорили, что у нас аналогичные вещи, говорили и свои собственные философы Конфуции, они там говорят инь и янь, как противоположность. То есть для них это очень близко. Или Вьетнам, где 90 миллионов человек, ну как вы думаете, а почему он разгромил Соединённые Штаты Америки? Потому что Соединённые Штаты Америки не изучали диалектики, а Вьетнам изучал, имея в виду коммунистическую партию Вьетнама и коммунистическую партию Советского Союза. И коммунистическую партию Китая, которые помогали Вьетнаму. Где выиграли американцы хоть какую-нибудь войну? Нигде и никогда. Ну, можно сказать, что они когда вот напали на кубинских добровольцев на острове, то они там и выиграли. Но они ни в одной серьёзной, самостоятельно ни в одной серьёзной войне они вообще не выиграли. Так, а как Лаос вдруг стал социалистическим или строящим социализм? Северная Корея. Ну, что такое идея Чичхэ? Идея Чичхэ – это диалектический материализм с упорой на вот эту созидательную функцию, на преобразование мира. Не на познание его, как у Чиербаха, что вот отражение мира, а на его преобразование. Вот что такое идея Чичхэ. И там издают Маркса, Энгельса, Ленина и изучают. Поэтому это вот пример. Это что, мало что ли? Акуба? Ну, хорошо, начал Кастро без диалектики. Он был революционер. Но как настоящий революционер, честный, он должен был прийти к самой революционной науке. К чему? К марксизму. И пришёл. И он же не был коммунистом, и стал коммунистом, и вошёл в коммунистическую партию, и стал генеральным секретарём. И мы скажем, вот он такой государственный деятель. Не, товарищи дорогие, во-первых, он прежде всего революционер. Во-вторых, он коммунист. И он создавал государство. И, конечно, вот все ходят на Западе, особенно с майками Че Гевара, и мы все уважаем Че Гевару. Но вообще-то, конечно, Кастро более крупный революционер, чем Че Гевара. Они ходят в майках, потому что он коммунист. Про Че Гевара тоже знают, что он коммунист. Но вроде как он пошёл дальше поднимать революцию, а Кастро поставил своей целью построить там социализм. И был построен. Но вот, правда, братец стал его генеральным секретарём. И миллион человек перешли в самозанятые. Видимо, трудные там условия. И появился там снова класс мелкой буржуазии. Теперь на Кубе снова становление, этап становления коммунизма из капитализма. А раньше была первая фаза коммунизма. Или коммунизм в первой фазе. Ну, мало я привёл примеров применения диалектики. Это всё применение диалектики. Диалекция – это слишком крупная вещь. Она решает всемирную историческую... Всё преобразование мира, вот то, что в мире сейчас уже нету, мира империализма. Вы не скажете, что у нас весь мир империалистичный. Глупость. У нас часть мира уже не империалистическая, не капиталистическая. Так тут зреет революция, потому что империализм чреват. Чем чреват? Переходом в свою противоположность. То есть, это всё показано в книге Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». И если бы не диалектика, Ленин бы не разработал теорию возможности победы социализма в одной стране. Почитайте военную программу пролетарской революции. Вот если бы не диалектика, то не было всего этого движения. Агмар, когда думался до того, что после капитализма будет коммунизм? Ну, как он додумался? Он что, это социалист-утопист Маркс? Нет. Он овладел такой категорией, как в себе бытие. Что вот капитализм есть в себе коммунизм. То есть, внутри капитализма общественный характер производства складывается всё больше и больше. Сейчас всё общественным путём, всё, что вы видите. Всё это сделано десятками и сотнями тысяч людей, а то и миллионами. Всё, что нас окружает. Возьмите любую вещь. Я, что ли, делал этот костюм или галстук, или вот этот стакан. Некоторые всё интересуются, что в стакане. Не скажу. Мне сказали не раскрывать, потому что если кто-то раскроет, больше всё. На этом, может быть, строится уровень, на том, что он наливается в стакан. Вы все же знаете, мы же русские люди. Я ничего не сказал. Значит, таким образом. Как Маркс додумался до этого? А он говорит, что вот он жил с Энгельсом только при капитализме. А они ни одного дня не жили при социализме. Ленин-то совсем мало прожил. В переходный период только. От капитализма к коммунистям. Она в чём, так сказать, строилась такая твёрдая, не вера, а уверенность в том, что будет коммунизм. В том, что капитализм чреват своим отрицанием. В нём есть его отрицание. Общественный характер производства требует ликвидации частной формы происходящего. Мы все работаем, а присваивают такие, как Абрамовичи. Там разные Абрамовичи, Прохоровы и прочие. Ну, как это так? Ну, как, все мы работаем, а присваивают некоторые. Они не знают, куда деньги деть. Уже не знают, что ещё прикупить. Постоянно. А в это время другие люди, так сказать, еле-еле с собой это концы с концами. Но это, так сказать, не от жалости к бедному коммунизму появляется, а как просто выражение, как разрешение противоречий капитализму. Коммунизм или коммунистическая революция появляется как разрешение объективных противоречий предыдущего строя. Другого тут не может быть. Это объективная необходимость, объективный закон. Вот что тут происходит. Так, ну вот я думаю, что я на вопрос о том, в чём польза изучения диалектики, в основном ответил. Так, вот теперь Мурдмр, такое название трудное, для меня произносимое. Ну, так любят товарищи, такие ники брать, имеют право. Поправь, если ошибаюсь, но по Марксу коммунизм возникнет в самой радиотой капиталистической стране. Где это такое вообще написано? Я никогда не читал. Я не знаю где-то. Нигде это не написано. Ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина. Маркс и Энгельс в немецкой идеологии можете поверить. Говорили, что капитализм возникнет одновременно в группе самых развитых стран. Вот этого есть. Немецкая идеология, том третий. Собрание сочинения Маркса и Энгельса. А вот тут товарищ как-то так пишет, как будто это само собой. Второе. И потом охватят остальные по мере их развития. Да нет. Ввиду этого понятны усилия Коминтерна. Как обосновывать создание коммунизма в отдельной взятой стране? Ну, это у Ленина обосновывается. Почитайте. Военную программу пролетарской революции настолько. Вот капитализм, он же товарное хозяйство. А товарное хозяйство предполагает неравномерность. Это быстрее развивается, это медленнее. Одни отмирают, разоряются, другие обогащаются. Да? Все неравномерно. Но в условиях империализма, когда появляется уже монополистический капитализм, начинают уже конкурировать крупные монополии. А потом государства начинают конкурировать друг с другом. Неравномерное развитие. И поэтому одновременно в группе развитых стран не может пройти социалистическая революция. А она возникнет первоначально, как было сначала сформулировано Лениным. Вот вам еще один пример диалектики, что только применительно уже к экономическому развитию капитализма, к империализму. Сначала возникла эта теория о том, что социализм может быть в одной отдельной взятой стороне, а потом уже Ленин, Сталин и, так сказать, соратники, их рабочий класс эту идею реализовывали. Вот так обосновалось создание коммунизма в отдельной взятой стороне. Вот Петр Славин пишет, я на практике не представляю, как может быть ликвидирована разница между городом и деревней. Во-первых, не разница. Слово «разница» нет в Великом Почтении. Человек, изучающий науки логики, он очень строго следит за понятием. Разница – это как что-то вот… Что-то надо найти такое одно, что является разницей между городом и деревней. А там говорится о различии между городами. Различие и разница есть. Разность, например, по Гегелю – это безразличное различие. Вот мы просто разные люди с вами, и всё. А в чём разность? Да в том, что мы разные. Вот если я просто хочу это подчеркнуть, я говорю, мы разные люди. А вот если мы различные люди, тогда встаёт вопрос, а в чём различие? Вот это я должен объяснять. Так вот тогда вы сами себе закрываете дорогу, потому что вы взяли слово «разница», и на этом тупик мысленный, мыслительный тупик умственный. А если вы написали «различие между городом и деревом», ну в чём различие? Сами понимаете, в городе дым, смрад с одной стороны, а с другой стороны культурное развитие. Здесь филармония, здесь у нас там Мариинский театр, а ещё у нас есть, кроме Мариинского театра, ещё второе здание Мариинского театра. А ещё у нас есть концертный зал Мариинского театра. И вот люди, которые находятся не так далеко, но в деревне там, скажем, работают на Хенде, или на Ниссане, рядом с помойкой, им уже добраться после своего рабочего дня в театр не получится. Если хотите, они могут ночью после трудового дня посмотреть, да, вместо того, чтобы выспаться и пойти свежим на работу. Но они уже никак не попадут, или вы не уедете оттуда. И тот, кто выходит из, допустим, из Мариинского театра, понятно, что если он в городе, но он сядет на машину, на автобус сядет, потом на метро и приедет домой. А кто-то из области всё. Если он из области, и если у него, конечно, есть деньги, с него бешеные деньги возьмут за то, чтобы его отвезти обратно домой, куда-то. А так одного вот повезла машина, такси, и привезла его в другую деревню, высадила его таксиста, и он умер. Поэтому разница большая, в деревне или в городе. А в деревне, с другой стороны, свежий воздух, там вода, там колодец, там не надо всё время идти и покупать какую-то воду. Там совсем другая картина. Там бабочки летают, там стрекозы, там ясное солнце. Даже вот если вы доедете 20-30 километров от Ленинграда, и вы уже увидите там звёзды вечером, вот сейчас в вечернее время, в ночное. А тут вы увидите только, что-то там просвечивает через хмарь. Вы же знаете, что смог стоит всё время над городом. И как сейчас сказали, что раньше было много промышленности. Сейчас промышленность убывает, машины прибавляются. И 80% всей этой гадости и гари – это выхлоп. Поэтому, ну, видно, что в этом смысле в городе хуже. Мне пришлось присутствовать на защите дипломных работ по политэкономии. И вот один товарищ рассказывал, один молодой парень рассказывал, какая структура у нас этого, того, что откладывается у нас в горле. И СО-2, и СО-3, и СО-4. И чего там только нету? Таблицы элементов Менделеева. Ну, как вы понимаете, куда это всё девается, в который, так сказать, идёт воздух? Кутопятся, печи, работают заводы. Нет, чтобы додуматься, чтобы начать улавливать то, что идёт, так сказать, в дыме, там, в выхлопах, в дыме, поставить разные уловители. Нет, давайте мы будем выводить предприятие за город. То есть, мы этот дым оставим дымом, и тут пускай там уничтожает он наши растения, там, где готовят для нас огурцы и помидоры, пусть они собирают туда свинец, набирают в эти огурцы и помидоры. Это что ли? Это будет ликвидация различий между городом и деревней. Но это имелось в виду совсем другое, что в деревне должно быть всё больше и больше культуры, всё больше и больше образования, а там закрывают школы. И последний медицинский пункт, ликвидирует, дескать, он не оптимальный. А что значит оптимальный? Вот меня учили на матмехе, что оптимальный – это наилучший. А что у нас критерием является? А у этих людей критерием одно – а не тратить будем деньги государственные. А на что вы их будете тратить? А по карману будем рассовывать. Что мы не видим, что по карманам рассовывают сплошь и рядом. Поэтому ликвидация различий, преодоление различий, уничтожение, если точно строго говорить, то есть превращение в ничто различий состоит в том, чтобы жители деревни также приобщались к науке, культуре и искусству, как жители города, а чтобы в городах был такой же свежий воздух и много зелени. А здесь такое впечатление, что летают люди на вертолете и думают, где еще остались какие-то квадраты, которые еще не застроены. Если видят какое-нибудь зеленое пятно, тогда давайте будем его застраивать. Например, есть парк Сосновка. Вот все подбирается как бы его, но пока еще не подобрались. А вот Удельный парк, он же парк Челюскинцев, подобрались. От Удельный, там такая была прямо роща дубовая и аллея дубов стояла. И вот там вместо этого уже целый квартал туда впихнули с этого конца. А с другого конца, от метро Пионерская, туда, значит, тоже целый ряд зданий впихнули встроить. И как-то бы хотелось бы это все забрать. В общем, если что-то увидят зеленое, вот при капитализме, то сразу думают, как там что-то построить. Вот, например, на проспекте Энгельса, недалеко от Светлановской площади, там в одном дворе воздвигли, вдруг во дворе, где люди ходили с колясочками, с детьми. И там, может быть, отдыхали, сидели на лавочке, дышали свежим воздухом. Все-таки во дворе, не прямо на улице. Нет, там теперь огромный дом построили, а потом решили, а что, если один дом построили, давайте в этом дворе и второй дом построили. И второй построили. И стоят два огромных чемодана. Но эти люди точно не собираются ликвидировать различия между городом и деревней. Различие между городом и деревней имеется в виду не в том смысле, что вы не поймете, вы в деревне или в городе. А в том смысле, что для человека, для его развития различий не будет. И для его здоровья не будет различий. А сейчас, если человек родился в деревне, он не так болеет. Я вот в деревне родился, год там прожил. Я гораздо меньше болею, чем моя сестра, младшая, которая родилась уже в Ленинграде. Ну, врачи говорят, это ленинградские дети. Понятно, какой здесь воздух. Разве мы не видим в чем различие? Ну, вот, я думаю, что вот товарищи, которые задавали на вопрос, могут сказать, ну, чего вы нам это объясняете? Мы и сами это понимаем. Только если вы сами понимаете, значит, иногда можно или вопрос задать, можно и самому додуматься. Вот изучение диалектик приучает самому додумываться до таких вещей. Но для этого, конечно, надо видеть, вот так очень строго следить за понятиями. Разница, если разница, не знаю, как объяснить разницу. А вот различия объясняются очень легко. Лайнбекер спрашивает. Кстати, знающие, комрады, что могут посоветовать почитать для начинающего по экономике? Капитал, упомянутый в разведопросе, уже взял на заметку. Так надо и читать капитал. Надо читать гениальных людей. И вы же понимаете, что вот гениальных книг, гениальных людей вы не успеете в свою жизнь прочитать. Зачем вы ходите читать что-то другое? Ну, я понимаю, вы бы какой-нибудь у вас курс, который надо сдавать, оценки получать, никуда не денешься, надо читать. Закон Божий поставят, скажем, надо будет сдавать. Ну, куда денешься? Ну, если вам это нужно, чтобы разобраться самому. Зачем вы вместо капитала, который, между прочим, вобрал в себя диалектику и представляет собой диалектику конкретного предмета? Вам же хочется пример, пример применения диалектики. Самым первым примером применения диалектики является капитал. Если вас интересует социалистическая экономика, я могу предложить свою книгу, и мы ее уже, так сказать, анонсировали даже в ролике, который посвящен переходу капитализма в коммунизм, планомерное разрешение противоречия развития социализма, как первой фазы коммунизма. Вот, если вы хотите экономику социализма, пожалуйста, читайте эту книгу. Если экономика капитализма, конечно, надо читать капитал, не надо читать больше ничего. Почему? Потому что капитал, если уж вы хотите, считайте, что там мало, ну, я хочу сказать, что капитал – это, во-первых, не только первый том, про который Ленин говорил, что это должно быть книга каждого сознательного рабочего. Но это и второй том. Первый том – это производство капитала. Второй том – это обращение капитала. Третий том – это процесс капиталистического производства, взятый в целом. Если в первом томе считается, давайте как бы будем играть, что все у нас подается по стоимости. Получится эксплуатация? Получится. Потому что эксплуатация – это присвоение чужого неоплаченного труда, когда рабочая сила превращена в товар и продается по известной цене, по стоимости. А на самом деле при капитализме уже в дальнейшем на поверхности капитализма цены устанавливаются и колеблются вокруг цен производства. А цена производства – это издержки производства плюс средняя прибыль. Это вот процесс капиталистического производства, взятый в целом. И там, скажем, Маркс рассматривает различные виды производительного труда. Поэтому читать, конечно, нужно капитал, три тома – это немало, вполне достаточно. Если вы три тома не можете прочитать капитал, зачем вам еще какие-то книги читать? Я не очень понимаю. То есть, вообще, вот были очень нехорошие. Розенберг такой был деятель, написал почти три тома. Дескать, вы прочитаете сначала книгу Розенберга, прежде чем читать капитал. Я, например, рвал о металл, думал, вот негодяй. То есть, он, значит, дескать, чтобы понять теорию стоимости, надо Маркса прочитайте вот то, что я написал. Маркс-то гений, а это кто такой Розенберг? Никто, и звать его никак. Так, Шурик Куликов. Действительно ли Маркс заимствовал свои идеи у Конфуция? Маркс это мне не сказал. И никто мне этого не сказал. Я первый раз вот услышал, что он заимствовал у Конфуция. Маркс заимствовал свои идеи, и не все, а диалектику именно. Не у Конфуция, а у Гегеля. По этому поводу даже анекдот есть. Значит, пошел в деревню, дед, послушать лектора, заезжего. Ну, приходит через час, жена спрашивает, старуха, ну, что там было? Да, я какие-то Маркса, я какие-то Гегеля зерно украл. Наверное, судить будут. Имея в виду, что вот Маркс взял у Гегеля ядро диалектики. Зерно диалектики. Вот что имелось в виду. А насчет Конфуция? У Конфуция Маркс не брал зерно. Только у Гегеля. Поэтому его не надо так строго судить. Так. Про Швейцарию. Свой РСМ. Про Швейцарию забыли сказать. Там отрицательная основная ставка. Да, это спасибо большое, это добавление. Там не только, значит, низкая ставка. Например, недавно собиралось руководство Американской резервной системы и подтвердило, что ключевая ставка будет в Америке установлена опять же от 0,5 до 0,75%. Поэтому там свободно можно взять кредит и отдать этот кредит и развивать производство вовсю. Но у нас сидят люди, которые не собираются развивать производство, а собираются тормозить развитие производства в Центробанке. Вот наша собралась группа, которая решала этот вопрос от ключевой ставки и решила оставить 10%. Но если еще банки накинут свои 7, 17%, а рентабельность может 3, может 5. Поэтому у нас невозможно получить кредит. Можно получить кредит, чтобы вывести его за границу. Или можно получить кредит, чтобы лопнуть с треском потом. Это можно делать. А так, на самом деле, ничего не делается для того, чтобы можно было использовать наши финансовые ресурсы. Для того, чтобы обеспечить ресурсами людей завтра, не нужно разведывать новые месторождения, организовывать логистику от места добычи к потребителям, и вкладываться в дальнейшую совершенствовательную орудие труда. Согласно Попову, это происходит само собой и бесплатно, или я что-то не понял. Да, наверное, что-то вы не поняли. Конечно, нужно разведывать, конечно, нужно организовывать. И это складывается не само собой, а складывается благодаря тому, что уже у нас крупные монополии, и надо, чтобы весь государственный сектор выступал как единые монополии. А у нас как совокупность шарашек и каких-то отдельных ларьков. Потому что, ну, вы знаете хоть одну монополию, у которой бы не было плана. Нет таких монополий. Единственная монополия в мире, у которой нет плана, это российская государственная экономика. Вот я не беру те предприятия, которые за пределами госсобственности, а вот такие, как Роснефть, там, Газпром, корпорации, которые у нас есть, там, самолётостроительные, кораблестроительные, двигатели строительные, приборы строительные, Ростехнологии. Это же всё единая собственность. В рамках единой собственности сразу может быть, чтобы не было плана. Это только у нас сейчас может быть, при нынешнем гнилом капитализме. Сидят люди, которые не доросли даже до империализма. Они никак не могут понять, что если у вас есть монополия, то надо развивать ее по плану. А остальным давайте заказы. А для этого сделайте программу развития России. А программы развития России нет. Поэтому надо думать не о платности, а о бесплатности, а о том, что делать. Что у нас государственный сектор должен быть организован как единая монополия. Николай Климов. Дмитрий Юрьевич, а спросите профессора, есть ли у него прогноз, сколько просуществует в России ненышний строй и когда ждать новой революции? Есть такой прогноз. И давно уже был дан, что правящий класс никогда сам не упадет. Он упадет только если его уронят. Вот и все. А в какой стадии подготовка к тому, чтобы уронить правящий класс? В самый низший. Я только могу приветствовать тех, кто изучает науку логики. Пока не будет достаточно много людей, которые развили свой мозг и ум, и которые понимают, что, скажем, революция – это созидательная вещь, а не разрушительная вещь. Вот ничего не ломали большевики. Они создали советы. И они не схватили власть чужую, а создали новую власть советскую и стали дальше строить. Разве они разрушали что-нибудь? Что, они Зимний дворец разрушили? Нет, они тихонечко арестовали временное правительство, а потом выпустили его. И многие бывшие члены временного правительства верой и правдой служили советской власти. Вот и все. Поэтому и это созидательная вещь революции. Чтобы она была созидательной, люди должны понимать, что революция – это переход к более высокому строю. А более высокий строй вбирает в себя то, что было до этого. Для этого существует такое диалектическое понятие, как снятие. Снятие – это не просто отрицание или растаптывание. Уничтожение или превращение в ничто не может состояться, если вы все разломаете, разрушите, разрубите и так далее. Диалектическое отрицание – это снятие, а это отрицание с удержанием. А что удерживается? А все удерживается. Все богатства, какие были созданы человечеством в лоне предыдущих формаций, все должны быть удержаны и развиты. Потому что социализм – это новое, более бурное и более высокое развитие человека и человеческих сил, и человеческих способностей, и человеческого духа в том числе. Так, когда ждать новой революции? Это мог вот только Никита Сергеевич обещать. Через 10 лет будет первая фаза коммунизма, а через 20 лет будет высшая фаза коммунизма. Но ему недовек было, что первая фаза коммунизма была с 1935 года у нас. И закончилась с его приходом, с приходом этого паразита Хрущева. Так что Ленин говорил, что ни один серьезный революционер, когда речь идет об историческом, в исторических событиях никогда такие вещи, как вот в каком году начнется война, вот Сталин обвиняет. Почему он такой вот был гениальный Сталин и не мог сказать, какого числа будет начало войны? И чуть ли не его прямо клянут за это. Как так? Уже столько людей ходило и говорило. Да, их много очень ходит и говорит, для этого существует разведка, для этого существуют разные люди. Одни говорят одно, другие говорят другое, третье, третье и так далее. Ну, как можно точно знать, разве, так сказать, одна сторона противоречия управляет, то есть другой стороной противоречия, другая сторона может передумать в любой момент и начать или раньше, или позже. Правильно? Ну, как может, вот это если я беру свое государство, мы тут можем спланировать, когда мы что-то начнем. А если речь идет о борьбе, и мы с вами воюем, как я могу спланировать, когда начнете вы на меня наступать? Ну, это смешно. Поэтому, так сказать, ни о каких таких прогнозах, в буквальном смысле, чтобы прямо вам сказать, вот зато прогноз другой, будет обязательно, и капитализм превращается, уже часть мира превратилась, или в готовый уже социализм, как в Корее, или уже, значит, в переходный период от капитализма к коммунизму. Превращается. Это уже не впереди, а сзади. То есть никогда начнется, уже Великая Октябрьская революция, тема великая, что этот процесс пошел, а от того, что, скажем, европейские страны снова перешли назад к капитализму, из этого следует только одно, что история идет зигзагами, и наряду с движением вперед может пойти назад. И это надо усвоить. Но она не везде пошла назад. Она и в Вьетнаме идет вперед, и в Китае идет вперед, и в Лаосе идет вперед, и на Кубе идет вперед, и в Корее идет вперед, уже, так сказать, низшая фаза развивается дальше в высшую фазу и так далее. Поэтому какие тут могут быть вот такого рода дилетантские прогнозы с годами? Например, китайцы говорят, может, переходный период будет в 100 лет. Может, и будет. Так лучше 100 лет перехода от капитализма к коммунизму, когда нет кризисов. В Китае же нет кризисов никаких. Сейчас говорят, вот у нас мировой кризис. Не мировой. Какие мировые кризисы? Уже не может быть мировых кризисов. После того, как появился Советский Союз, и далее уже мировых кризисов нет. Кризисы только в одной части мира, в капиталистической. И вот если вы посмотрите, вот, скажем, 2009 года кризисы, вот начнем. Там падение, там падение. Где падение? В Америке, в Англии, в России. А вы возьмите Китай, Лаос, Вьетнам, Корею, там везде подъем. Поэтому надо перестать, так сказать, увидеть только капиталистический мир. Уже мир изменился. Он у нас состоит из двух частей. То есть, как бы, вот он находится в становлении. Вот его капиталистическая сторона, а вот его коммунистическая сторона. Есть переходы и границы между ними, и взаимовлияние есть. Этот самый капиталистический мир хочет съесть мир коммунистический. И коммунистический мир хочет развиться, и тем самым помочь освободиться от капитализма и другой части мира. Вот как обстоит сейчас дело. Диксиорг. В будущих беседах с уважаемым профессором задайте, пожалуйста, вопрос о следующем этапе развития философии, как науки. Что последует за тремя законами Гегеля? Откуда вы взяли три закона Гегеля? У Гегеля нет трех законов. У Гегеля, вот вся система категории, открывайте, но читать долго, а открыть-то заглавление-то недолго, и вы увидите, какие именно категории идут, одна за другой. Одна выводится из другой во всей системе категорий науки и логики Гегеля. При этом вы найдете там, и что такое закон? В закон вы найдете учение о сущности. А сущность – это снятое бытие. Закон – это спокойное въявление. Более простого, умного и понятного определения трудно найти. Закон – это спокойное въявление. Представьте, явление там, все наверху бушует, такое-сякое, а в глубине что-то устойчивое, твердое, определенное. Вот это вот устойчивое, твердое, определенное. Как, скажем, представляете себе, бушующее море или океан, а там есть течение. Ну, Гольф-стрим, допустим. Обязательно поверхностное может быть? Оно может быть на глубине 200 метров или 2 километра. Вот надо видеть глубинные течения и их поверхностные проявления. Не пеной заниматься, а заниматься тем, что в самой глубине. Но иногда бывает, что в глубине ничего и нет. Например, многие спрашивают, а вот Поппер, а вот Годомер, а вот Бадю, там и современные буржуазные философы. Это кто такие? Их много, таких вопросов, что вот все называют их, которые на слуху. А на слуху они потому, что, ну, как всегда, пустое ведро громче гремит, бувнит. Что можно про них вообще сказать? Они не пошли по той дороге, по которой пошли марксы. Они не взобрались на манглан-диалектики и не стали дальше развивать философию. И они остались, вот, так сказать, эпигонами, они остались людьми, которые не преодолели этот вот барьер. И поэтому ничего у них там, ну, конечно, там есть какие-то правильные вещи, отдельные, отдельные. Вообще из любой книжки можно что-нибудь извлечь. Даже более того, можно всегда извлечь зерна из любой навозной кучи. Ну, есть два способа. Или, значит, разгребать все навозные кучи, которые вот есть на земле, и собирать оттуда все зерна, потом промывать. И, так сказать, из них делать муку и хлеб потом. А есть другой способ, наверное, плохой. Вспахать, засеять чистым зерном, убрать комбайнами и испечь хлеб. Я думаю, вот мне больше нравится второй. Не судите строго, если мне больше нравится второй, потому что некоторые люди говорят, Ну, там же есть что-то хорошее? Есть. Во всякой дряни есть что-то хорошее. Возьмите любую кучу, так сказать, навоза, и вы там найдете обязательно. В том числе и философского навоза. Кто не пошел дальше Гегель, остался до него, не освоил диалектику, это уже философы прошлого. Не надо их изучать. Но листать можно. Листать можно и нужно. Вот Андрей Зитков. Что-то я не понял, Михаил Васильевич. Если мое сознание определяется моим бытием, и понятие в объекте суть продукт моего сознания, то не означает ли это, что истинно ровно столько, сколько субъектов, и потому единое не существует? Значит, уважаемый Андрей, сознание не определяется моим бытием. Мое сознание не определяется моим бытием. Откуда такое вы взяли? Я такого не говорил. Я говорил, что общественное бытие определяет общественное сознание. Это не мое, это сознание всего общества. Что тут непонятно? Сознание рабовладельческого общества – рабовладельческое. Рабовладельческое бытие, то есть устройство экономики, наличие рабов и рабовладельцев, и наличие господствующего класса означает, что какое бытие рабовладельческое, такое и сознание. Какие идеи господствуют в рабовладельческом обществе? Рабов или рабовладельцев? Рабовладельцев. Если у вас феодальное общество или общество помещиков и крепостных крестьян, что идеи крестьян там господствуют? Или идеи помещиков? Конечно, помещище, идеи феодалов. монархические. А если вы берете капитализм, ну чьи сейчас идеи господствуют? Идеи рабочих или идеи капиталистов? Ну какое бытие? Если бытие буржуазное, у нас какое бытие сейчас? Ну кто не знает, что у нас буржуазное бытие? Вот если у нас буржуазное бытие, то значит в большинстве голов буржуазные идеи. Но не во всех, потому что все противоречиво. И если возьмете сознание общества, то в нем есть идеи, противоположные тому, какие есть, каково бытие, которые отражают другую сторону этого бытия капитализма. Что же противоречиво? Есть рабочие у нас при капитализме, вот поэтому есть люди, которые выражают идеи, соответствующие интересам рабочего класса, пролетариата. Поэтому, а что касается моего сознания, или лично вашего, Андрей, ну вот вы будете изучать науку логики, Маркс, Энгельс, Ленин, у вас будет пролетарское сознание. А будете изучать всяких придурков, будет придурочное сознание. Ну что тут? Если будете буржуазные идеи изучать, будет у вас последовательная какая-нибудь буржуазная позиция. У нас же свобода, что хотите, то изучите. У нас нет по Конституции, нет государственной идеологии. Нет, некоторые уже плачут. Хотелось бы заставить как-то. Может, это и хорошо. Может быть, вот скоро диалектика будет главной государственной идеологией. Судя по тому, сколько народу смотрят, если вопросы задают, даже если они ругаются, но я чувствую, что тут-сюда идет такое очень сильное течение. Может быть, скоро запишут, безуменят, проголосуют в Единой России, считать диалектику основой государственной идеологии. Какая идеология, пока не говорить, потому что диалектика бывает и юристическая, и материалистическая, и буржуазная, и пролетарская. А вот диалектику считать основой. Это не противоречит буржуазной позиции и буржуазному интересу. Так, еще, значит, мы имеем Дборисок. Сам я считаю, что смысл чего-либо определяется через использование. Ну, правильно, совершенно верно. Смысл определяется через использование. То есть, это вот правильный материалистический подход. Я согласен. Корсар говорит. Попутно в скипевшем мозгу всплыл китайский инь-янь. Это же символ диалекции. Символ, да, согласен. Чо-зен-ван. Словесная эквиликбристика какая-то. Как человек может быть чему-то равен или не равен? Ну, как вот? А как может быть человек только равен быть? У вас не приходит в голову? Как человек может быть? Если я равен только самому себе, вот смотрите, все, перестаю говорить. Ну, я старался, чтобы быть. Во-первых, я вынужден был моргнуть, извините, то, что невозможно. Долго человек не может не моргать. Или слезы польются. Опять будет вот течь так, все равно не равен самому себе. Во-вторых, ну, я же дышал еще. Ну, могу не дышать какое-то время. Ну, через некоторое время, вы же понимаете, или я умру, или я. Но я не умру. Не умру не потому, что я такой, так сказать, диалектик, а просто потому, что у нас, так сказать, устройство у человека такое, что организм не надеется на вот нашу голову. Он говорит, мало ли какая дурь туда придет. Поэтому, если человек поставит себе задачу не дышать, можете проэкспериментировать. Через некоторое время наш организм заставит вас вдохнуть. А если человек вдыхающий, и человек не вдыхающий, это разница, разность-то есть, различия есть. Как я могу быть только равным самому себе? Видите, я сейчас вот головой качаю. Значит, это я неравен тому, который не качает головой. Не может быть равенства. Как вообще вам такая мысль могла прийти, что есть только равенство? Или что есть только неравенство? Никогда нет только равенства, есть только неравенство. А если я вот и так, и сяк, и делаю, и головой качаю я, что не я? Значит, можно быть неравным и оставаться равным. Ну, я-то все равно я. Поэтому, как вы не прыгаете, и куда вы не ходите, диалектика прямо и говорит, что человек и равен, и неравен самому себе одновременно. Если вы только равны самому себе, не надо смотреть эту передачу, потому что бестолку это. Если я, понимаете, пришел в начале и ушел в конце с такой же головой, смысла никакого нет. Ничего не изменилось в голове. Если слушатель остается равным самому себе, из этого какой вывод? Из этого вывод такой, что тот, кто ведет эту передачу, в данном случае отвечает на вопросы, пустой болтун, потому что толку у него нет никакого. Как вот начали, с чего начали, тем и закончили. То есть, слушатели как были равны самому себе, так и равны. А зачем тогда так долго сидели? Вообще все дураки тогда у нас получаются. И тот, кто ведет, и тот, кто слушает, и так далее. То есть, это вообще мысль нелепая, а равенство и просто с собой без неравенства. Если студенты мои остаются равными самому себе, то я зря им полтора часа лекцию читал. А если только неравенство? Если вы не равны самому себе, так тогда вы, если не равны, а сдайте, пожалуйста, свои паспорта, привезите сюда, вот, Дмитрию Юрьевичу, потому что вы уже их незаконно держите, вы уже не равны самому себе. Ну вот, я думаю, такие выводы при диалектическом взгляде получаются. С определениями также ничего не понятно. Во-первых, не с определениями, а с определениями. Определение у нас одно. Категория определения одна. Она действительно непростая. Я согласен. Вот Чозен Ван, тут я с вами согласен. Я вот многим объяснял, и с трудом воспринимается это дело. Потому что вот если просто прочитать, как написано о Гегеле, и не привыкнуть к тем выражениям, которые он употребляет, очень строгим, непонятно. Ну, хорошо, я вам объясню на самом понятном языке. Определение – это качество человека. Качество. Допустим, ум. Вот вы. Чозен Ван – умный человек. Но чтобы это было вашим определением, надо было, надо, чтобы не просто он у вас был, ум, сегодня, но чтобы и завтра он был. И вчера, чтобы он был. Чтобы он у вас не испарился через три дня или через неделю. Сегодня вы задаете вопросы, а завтра вы все потеряли, всякий интерес, и у вас ничего нет в голове. Поэтому это не просто качество, а качество, которое сохраняется в изменениях. Вот такое качество, что человек порядочный, а потом какие-то события пошли, которые затруднили его то обстоятельство, что он должен как порядочный человек поступать, и он уже непорядочно поступает, то он непорядочный человек. Поэтому надо такое качество, которое сохраняется в изменениях. Если оно сохраняется в изменениях, ни в чем не проявляется я такой хороший но ничего хорошего от меня нет нас я и нехороший если это не проявляется вовне то это не определение определение это такое качество которое проявляется вовне вот это выглядит вот на на таком я думаю понятном языке вот если вы трудолюбивый то это проявляется не в том что вы сегодня что-то делали в том что вы это делаете с усердием и всегда и каждый день если не каждый день то это вообще вошло к вам в плоти кровь и этого делали через всякие препятствия вас хотят значит пойти позвать чтобы да бросьте вы это дело доплюйте на это пойдем лучше пиво пить а вы нет я должен сначала сделать дело потом я могу там отдыхать или что-то еще делать то есть это проявляется вовне что на них ни в чем не проявляется у нас есть такие век коммунист ягод коммунист я портбилет не бросал и что а взносы не заплатил все через три месяца в кпсс уже исключали если взносы не заплатил вот пожалуйста кто еще хочет заплатить взносы за весь период в рабочую партию россии приходите мы принимаем тогда у вас это как-то закроется долг а то как и коммунизм и под под этой под одеялом вы коммунист или под кроватью чем это выражается ни в чем не рожать а люблю я коммунизм а такая платоническая любовь а как коммунизм не надо на него бороться ну бороться пусть другие борются а я приду на готовенькое вот такая картина значит а как это выглядит в терминах гегелевских откройте соответствующее место когда мы подходим к определению и там написано качество которое в себе в простом нечто и сущность находится в единстве с другим этого нечто сомнём бы сием называется определением есть определение ничего не понятно я согласен так вот сходу непонятно а по разделением понятно качество которое есть в себе мы уже объясняли не не раз что в себе быть и это равенство с собой вот я сейчас буду вас кричать я не в себе а в себе это я спокойно продолжаю говорить а если я буду кричать вот тут есть люди то они наблюдают за мной внимательно они скажут михаил васильевич вы придите в себя мы пока выключим микрофон успокойтесь и мы снова включим и давайте говорить не вы надо выходить из себя если вы собираете изучать диалектику если вы не можете спокойно рассказывать значит вы не можете объяснить что такое диалектика что тогда вы кричите то есть в себе быть и это разница с собой или вы пришли куда-то в учреждение там секретарша сидит как всегда на цепи чтобы не пропустить к начальнику чтобы вы не прошли не узнали и так далее она вам говорит сейчас я приду в себя достаёт свою сумочку красит себе губы если надо брови причесывается я приду в себя и потом отвечу вам на вопросы а где она была она придет в себя она была не в себе то есть вот это вот на самом деле понятие в себе бытие означает равенство с собой ничего другого не означает она вот кажется таким странным на самом деле мы его очень часто употребляем а мне не по себе сейчас стал ой мне стало не по себе что делаю выпил не скажу чего это тайна и опять я равен себе то есть в себе бытие а если я дальше будет мне не по себе сейчас уже люди придут сказать ну все михалыч вот носилки вот до чего ваша диалектика наводит людей может там и вот мы еще отвечать будем за то что там происходит так сказать среди системе кто это смотрит все так понятно да вот это определение качество которое в себе в простом не еще тут непонятно в каком-то нечто и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто с в нем бытие а какой другой момент чтобы проявляется вовне в нем бытие этой единство в себе бытия и бытия длинного то есть если я порядочный человек то это автор в порядочных поступках проявляться ну хотя бы в большинстве понятно что человек может где-то ошибиться отступиться но вообще должно проявляться если они все они проявляется а в чем его порядочность а вот том что он порядочный человек то есть такое качество которое сохраняется и проявляется во вне это определение нему раз она stitch проявляется можно с той внешней стороны зайти и вроде как вот человек порядочный он так будет тебя слушать не будет с тобой ругаться и можно вобраться через вот это вот через это внешне и войти прямо внутреннему как очень часто бывает люди втираются в доверие а потом делают какой-то гадость или подлость подлость за такой отрицательный поступок который делают вроде близкие люди и от которых никогда это не ожидает от с врагом то мы боремся с открытым забралом лучше закрытым конечно некоторые все призывать давайте ведь открытым забралом бороться не знаю если человек с копьем будет я предпочитаю закрыть забрал за до нас соскользнет а так прям мне вот сюда то и попадет поэтому я вообще вам советую бороться с закрытым забралом товарищ если вы собираетесь одевать соответствующие доспехи поэтому то что с определением ничего не понятно но это нормально для познания от непонятного идешь к понятному вы на правильном пути так вот вал 96 философии по определению нет ничего конкретного вот этот часто я слышу эти такие формулировки по определению но поскольку я матмех кончал даже с отличием я очень хорошо знаю что такое по определению прямо когда в определении содержится это высказывание это суждение нет такого где это вы видели чтобы было в определении философии что в ней нет ничего конкретного до диалектика только и занимается конкретным единственной категории первое которое можно сказать абстрактно это чистое бытие почему то что насчет и мы должны начать мы не можем сразу с двух сторон начать конкретно это не односторонное вот запомните что такое по определению конкретно не односторонние если оно одностороннее если вы берете что-то противоречивые видите только одну сторону вы абстрагирует от другой стороны это абстрактное поэтому диалектика по определению занимается только конкретным только начинается с первой категории которая выглядит как абстрактное но поскольку она переходит в ничто она уже сразу перестает быть абстрактной и после они чистое нечто превращается уже чистое бытие превращается сначала в чистые что а потом уже чистое ничто переходит на уже не в чистое бытие а в бытие и бытие реальное которым занимается диалектика это бытие переходящие в ничто то есть прихождение а А ничто реальное, они не формальные, не абстрактные, реальное ничто – это ничто, переходящее в бытие, то есть возникновение. Поэтому по определению диалектика, как наука о противоположностях, о противоположностях предполагает две стороны. Как вы понимаете конкретность? Я раньше думал, может, вы так же понимаете, как я раньше думал. Я раньше думал, что конкретное – это подробное. Нет, это ерунда. Это я потом понял, что ерунда. Подробное – это совсем другое. Есть подробное, а есть схематичное, неподробное. А вот конкретное – это означает не одностороннее, и больше ничего. Так диалектика занимается тем, что имеет две стороны. Движение состоит в том, чтобы быть в этой точке, и не быть механической движением. Жизнь состоит человека в том, чтобы развиваться, и в то же время, никто, наверное, не сомневается, что жизнь наша конечна, как отдельного человека, а как представителя рода человеческого – бесконечно и вечно. Вот всё, что мы хорошее сделаем с вами, то войдёт в историю. Чем больше сделаешь, тем больше, так сказать, войдёт в эту самую историю. А гениальные люди – это те, которые продвинули человечество вперёд. Вот Гегель – гениальный человек. Маркс, Энгельс, Ленин – гениальные люди. Мы берём с них пример. Так. Вот Чингис пишет. «А приведи хотя бы один пример работы диалектической логики, в кавычках диалектическая логика, как будто это что-то такое, какой-то таракан. Когда формальная логика не работает, а ваша, мертворождённая химера даёт какой-то полезный результат». Я уже о полезных результатах говорил в самом начале, которые даёт. Для человечества она даёт большой результат. Если вы хотите, так сказать, думать, что для диалектики очень… Вот она решит мне проблему, пить мне сейчас воду или нет. Ой, чуть не выдал. Диалектика, вообще говоря, и тут может быть применима, но она, диалектика, нужна, необходима, когда выходишь на широкие просторы исследования, когда вы говорите об истории, когда вы говорите о движении, о том, что движется, что меняется, а то, что, так сказать, можно считать условно неподвижным, вы обойдётесь со формальной логикой. Поэтому прекрасно корабли без диалектики летают космически и плавают по морям, и самолёты летают, поэтому тот, кто думает, что если вы не знаете диалектику, то всё пропало, это неправильно. Если вы не знаете диалектику, вы не понимаете, как развивается человечество. И почему у нас всё обрушилось, и почему у нас жизнь становится хуже с ростом производительности труда. Вы этого без диалектики не поймёте. Смотрите, всё говорят, что у нас успехи, 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 а живут всё хуже и хуже. Если у вас такие успехи, растёт производительность труда, а почему же у нас реальное содержание зарплаты всё ниже и ниже и ниже? А почему тарифы у нас растут тогда, когда и фитинги, и краны, и трубы, все дешевле, дешевле, дешевле. И всё меньше у нас, говорят, а не говорят, ну у нас рабочих уже почти нету. Если почти нет, у нас гигантский разворот тогда производительности труда. У нас всё делают роботы, как некоторые считают, и всё делается автоматически. Ну так тогда мы должны быть бесконечно богатые. Поэтому, говорит, мы 10% сейчас будем отовсюду отрезать. От пенсии отрежем, отрежем от... А что бы ещё отрезать, думает наш министр финансов? От всего, от всех расходов, с которыми связано развитие людей, надо отрезать от образования, от культуры, отовсюду. Вот. И с другой стороны, значит, вот если мы хотим добиться каких-то изменений, вот хочу вам привести пример. Вот мы говорили тут о том, что сейчас вот важнейшая задача, за что надо бороться, как важная задача борьбы, это за сокращение рабочего дня до 6 часов, раз уж такой рост производительности труда. То есть надо перестать увольнять людей, надо сокращать им рабочее время. А они отдохнут и будут лучше, так сказать, более образованы и больше приготовлены для внедрения научно-технического прогресса. Вот, коли так, то надо бороться с ростом и рабочим день. И вот, обращаю ваше внимание, что на сайте московского отделения регионального фонда рабочей академии висит, так, в левом верхнем углу, общественная инициатива сокращения рабочего дня. Но вы знаете, что если у нас по закону какая-то общественная инициатива набирает 100 тысяч голосов, то тогда этот вопрос должен быть рассмотрен на федеральном уровне. И вот там идет сбор голосов. Вот, пожалуйста, кто хочет поучаствовать, причем особенно не утруждая себя, он может зайти вот туда на сайт московского регионального отделения фонда рабочей академии и проголосовать за 6 часов рабочий день. Потому что если он не проголосует, потом вам скажут, ну что, вы не голосовали, значит, народ отверг эту дурацкую идею о том, чтобы сократить рабочий день. Надо, чтобы вы работали 12 часов, как Прохоров предлагал. Желательно и отпуска сократить. Их, кстати, и сокращают в связи с так называемой соуд, сокращают отпуска, сверхурочные работы увеличивают и увольняют, соответственно. Потому что если увеличить рабочее время тем, кто работает, значит, других можно уволить и на этом сэкономить. Поэтому вот, пожалуйста, можете проголосовать. Хорошие люди это написали, толково написано, в чем состоит суть инициативы. Не знаю, кто это сделал. Не знаю. Это говорит о чем? Что прогрессивные идеи, они пробиваются, как бамбук через асфальт. Как это в буржуазной России. Кто-то зарегистрировал эту общественную инициативу, написал очень толковый по этому поводу текст, за который можно голосовать. Я, правда, сразу предупреждаю, что нынешним демократическим нашим российским государством предприняты все меры, чтобы так быстро у вас не получилось. Например, я помучился, потому что надо зарегистрироваться, оказывается, на сайте госуслуг. Вам объясняют, что нужно сделать такие-то, такие-то, такие-то с помощью компьютера движения. Когда вы все это сделаете, вы обнаружите, что вы не можете зарегистрироваться, находясь у компьютера. Вам придется все-таки сходить в многофункциональный центр и там подтвердить, что вы – это вы. Несмотря на то, что вы там можете дать и СНИЛС, и то, и сё. Нет, надо еще подтвердить, что вы – это вы. И тогда вам дадут код, и вы придете опять к компьютеру, и введете этот код, и тогда сможете проголосовать. Вот я, поскольку решил тоже активно поучаствовать, сейчас вот я вам объясняю и призываю, я сам решил активно поучаствовать, но я, в общем, повозился с этим. Но те люди, которые на сайте госуслуг когда-то зарегистрировались для того, чтобы что-то там с машиной сделать, или с квартирой, или с землей, у них это без проблем. Ну, вот обычные и трудящиеся, конечно, они на сайте госуслуг не зарегистрированы. И для них это инициатива общественная. Как проходят они к ней, так просто они подступятся. То есть, есть тут такой барьер демократический, чтобы, не дай бог, народ весь взял, просто и проголосовал. Ну, не такой уж страшный этот барьер, можно его преодолеть. Тем более, народ, если поймет, какие барьеры тут ставят, и, так сказать, настроится, то он это сделает. Так, я думаю, что вот как раз самое это время проявить свою инициативу в этом направлении. Значит, что я могу сказать? Вопросов, которые поступили, так много, и они настолько глубокие, что, конечно, не удалось за это время ответить на все вопросы. Я прошу, значит, принять во внимание, что я винюсь в этом отношении. Может быть, товарищи, которые позволили провести этот ответ на вопросы, пойдут навстречу нам и дадут возможность дальше продолжить. Ну, это уже, как говорится, вы понимаете, что в чужой монастырь со своим уставом не ходи. Поэтому, говорится, посмотрим, как отнесутся к этой ситуации люди, которые организовали вот эту нашу встречу. Большое спасибо за внимание, и еще раз большое спасибо организаторам вот этого ответа на вопросы. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok